За все время существования в ООН УПА было всего 15 евреев, и только один доживший дал самые нелестные показания о зверствах украинских националистов в польских селах Волыни. Власть потомков черносотенцев безмолвствовала 25 лет, что в новые времена породили Дмитрия Корчинского, Олега Тигныбока, как идеологов нового черносотенного движения в Украине. Не сломался, а спрятался как политический рояль в кустах матерый экс-коммунист и гос-антисемит Владимир Яворивский. Наши внутренние обращения к власти не были и, похоже, еще долго не будут услышаны. Хотя Яворивского вроде уже не стало. Прошли либеризации Ю Корчинский и Тигныбок. Теперь попробую их тронуть. Образцовые элитные патриоты. Без подмосковных спецелагерей, без крымских сборов. Мы сами в себе воспитали с одной стороны поколение патриотов, но с другой стороны целую когорту отпетых идейных боевиков и просто циничных майданных черносотенцев. Это подкрашенная под псевдопатриотизм сволота, притившая по провинциям, с кровавым оскалом ждет Третий Майдан. Что затем происходит на Диком Поле, полякам известно не понаслышке. Они были вправе упредить, как в свое время упреждали ту же Европу армяне, пережившие этноцид в Турции. Страна или соберется на форум примирения украинца и евревреев-поляков, или будет дожидаться еще более громких международных обструкций. А они будут. Убит обезглавлен Георгий Гангадзя, взорван в авто журналист Павел Шеремет, убит у парадного своего дома Олесь Бузина. Снимайте розовые шоры, правители наши. Да, бесспорно во всем этом отслеживается рука Кремля, но исполнителями могут быть боевики Оуну Па и его модерновых ответвлений. Разборы сегодня обычно двухступенчатые. А тыщутся боевики ООН, их спешно перекрасят в ярых агентов Кремля и доведут страну до мутных черносотенных будней. И это всего пять лет тому назад, в год 75-летия расстрелов в Бабьем Яру, в котором тоже в минимальном числе предателей причастны украинцы. Как и поныне с этим жить. Знаете, у Владимира Семеновича Высоцкого есть хит «Идет охота на волков». Так вот волков обычно за красные флажки или за натянутые красные нити не пускают. Мы, украинцы, невольно начали волчать. Волчить, сволочить не по-детски, и поляки спешно натянули предупредительную красную линию, выставив всю страну за красные флажки. Украинский реликтовый националист, пробитый по картотеке или являющий демонстрационно себя, сядешь, ватный российский шовинист, туда же. За содеянное от четырех лет, за препирательство с польским судом еще десять. И уже такое в новейшей польской истории было. И надо признать, после этого и украинцы, и россияне мирно прирабатывают на польских клубничных грядках, медики, ученые, учителя. Прошу перепоста, пока это еще работает. Националисты всегда видели и продолжают видеть кровавый вооруженный захват власти с многочисленными концлагерями и этночистками. О такой Украине предупредил мир нынешний состав польского сейма. Моя родина, Украина, но даже я знаю, что отныне мне украинскому полуеврею, полуполяку в Польше больше будет некомфортно, но еще более некомфортно от того, что Дмитрий Корчинский будет по вторникам публично вещать на Ньюс Ван. Вот и прихлопнут Ньюс Ван, аллилуйя. Но что изменилось по сути, вот интересно, кто его, подсудного вдруг сразу мимо тюрьмы зашарашил в идейные учителя. Добавим от себя, кромешной грядущей ненависти. Дни, месяцы, и вот уже годы коронавирусного карантина в городе Киеве. Маска, 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 куда бы ты ни шел и ни ехал. Даже на обожаемой семьей и друзьями Икс Парк, созданный по крупицам Виталием Кличко и его командой предпринимателей, чиновников, спортивных технологов. Все время кажется, что меня преследуют бабочки-махаоны, но цвета капустницы. Наверное, из-за постоянного ношения маски у меня развилось стойкое боковое зрение. А там чего только не происходит. Сермяжно и нагло, отсекая от меня виденье реальности, возникает ощущение, что меня при жизни еще метят превратить в опрятную египетскую мумию. От зрительных бинтов приходится всячески отбиваться. Бема, а можно я покажу в кадре язык? Нельзя, ты писатель, а не босяк. Это ж тебе не чумные девяностые, но вдруг мобила словно выскочила, полувыпрыгнув прямо из рук, ухватив самделишний ломокадр, словно бы ответ на моим чаянием, и сама показала мне мой чуть вспухший язык. Ну, прямо вообще, вокруг одна ломо-реальность. Очень много гибнет посаженных в карантин деревьев, лип, берез и уже не одесских бесстыдниц. Платанов и каждая из них просто об этом кричит, кто украл денежку на полив. Киев выгорает отчаянно, городские службы окрестного зеленстроя поливать тысячи молодых посадок тупо не спешат. Кстати, за полив одного деревца смета дичайшая, от 80 до 120 гривен в месяц. Но тут срывается тропический дождь, и вот уже в смете галочка. И деревца воскресают, и травка зеленеет, и от счастья хочется плакать.